здравствуйте друзья здесь демитков юрий про американский рынок продолжаю обещанное видео о том как распределить деньги свои для того чтобы максимально соответствует индексу s&p 500 в предыдущем видео я показал индекс s&p 500 и показал основные разделы из которых он состоит вот он и здесь были основные категории technology services так далее что я сделал дальше там же финвизе есть раздел вот здесь предыдущий был maps следующие группы по группам и по секторам я здесь 10 всех групп и market capitalization есть я вот эту табличку взял и что сделал скопировал в excel вот у меня получилось вот такая табличка она полностью соответствует той табличке которая была посмотрите technology financial services и так далее stocks это количество компаний которые входят в соответствующий сектор финансовые сервисы и так далее дальше идет рыночная капитализация вот она рыночная капитализация ну собственно говоря дальше идут там какие-то другие параметры я не буду разбираться сейчас я сделал следующее я взял и сделал вот у нас сумма вы видите сумма всех полностью рыночной капитализации индекс s&p 500 вот она я ее принял за сто процентов вот они сто процентов и вот здесь вот я сделал следующее вот вы видите формулу но очень простая формула сказать вот сколько процентов как каждая отрасль составляет от всего целого вот такая такой столбец у меня получился это очень просто сделать каждый кто знает excel может это сделать но и для проверки я взял и просуммировал все эти значения от едва до 11 чтобы удостовериться что я все правильно сделал что получилось сто процентов сто процентов как увидите получилось для того чтобы более менее соответствовать индексу s&p 500 я должен 23 процента своих активов примерно вкладывать в технологии вот в тот раздел financial 1961 там и так далее и так далее что я могу сказать сейчас у меня на спб сумма примерно 6600 долларов я решил распределить это дело по секторам сколько денег в какой сектор вкладывать и получается что у меня в первый самый большой сектор я должен вложить 1400 долларов в финансовый 1176 долларов сервисы девятьсот двадцать семь долларов health care здравоохранения 693 доллара ну это понятно что примерно так придерживаться надо да вот consumer goods 681 доллар basic materials 607 долларов industrial goods 316 долларов utility 173 доллара 14 долларов real estate и 7 долларов conglomerates но 7 и 14 долларов понятно что они в общем-то никакого значения здесь не имеют и судя по всему вот начиная от 173 и выше долларов надо будет вкладывать куда-то чтобы более-менее соответствовать вот этому индексу вот у меня еще раз 6000 ну в такую табличку может сделать каждый каждый может подставить вместо 6 тысяч долларов свою сумму которую он хочет вкладывать там хоть сто тысяч и понятно что чем больше у вас денег тем больше будет соответствия ну а теперь вернемся к вот этой картинке в компании google facebook и так далее вот в этот раздел я должен вложить насколько помню 1400 долларов вот сюда вот 1100 долларов что здесь джипи морган вэлс фарга виза там и так далее но как правило как правило какие-то компании растут быстрее какие-то медленнее и поэтому вот здесь вот вот он самая популярная компания которая есть это но на самом деле микрон да короче говоря вот теперь я должен проанализировать вот все вот эти компании или 1000 11 тысяч компаний из сектора технологии и теоретически да ну чем больше тем лучше и посмотреть на их параметры для того чтобы выбрать те компании конкретные компании в которые я буду вкладываться здесь мы помним что сумма у нас совсем небольшая вот она сумма 6 тысяч долларов я помню это вот и поэтому ну то есть далеко не каждую компанию я смогу приобрести ну например вот она компания amazon одна акция сам большая доля одна акция компании amazon стоит тысяча семьсот восемьдесят девять долларов одна акция компании amazon стоит тысяча семьсот восемьдесят девять долларов понятно что из категории сервисы у меня всего девятьсот двадцать семь долларов я не смогу купить ни одной акции компании amazon это понятно но я смогу купить при этом акции компании например макдональдс пожалуйста сто девяносто шесть долларов стоят акции компании макдональдс или акции компании netflix например да очень популярны триста тридцать три доллара а можно купить акции компании booking.com моей достаточно хорошо сказать но я просто пользуюсь букингом регулярно поэтому почему бы мне не купить акции компании booking.com где-то я находил экспедиа но не помню уже где вот она экспедиа экспедиа групп посмотрите она сейчас внизу может быть я куплю экспедиа то есть я буду выбирать сто восемь долларов я буду выбирать вот из этих компаний как я буду выбирать вот об этом я думаю что я сниму следующее видео и я очень подозреваю что мне придется попросить вашей помощи на взаимо как бы выгодной основе то есть те кто понял то что я сейчас говорю а и те кто очень хорошо ну то есть ну по крайней мере хоть как-то владеет экселем я попрошу я думаю помощь для того чтобы помочь мне с выбором этих компаний потому что здесь надо перелопатить вы видите что огромный массив информации и я думаю что это будет интересно но взаимно то есть я составлю соответствующую табличку которые мы будем вместе заполнять совместными действиями я ее размещу в общем ресурсе и ну вот такие мои планы поэтому пожалуйста я прошу откликнитесь кто сможет мне помочь и я это сделаю я уже так думаю как следующее видео я об этом расскажу сейчас все спасибо за внимание лайк оставайтесь на моем канале чтобы не пропустить следующее видео и до встречи с вами был Демитков Юрий